Сегодня мы поговорим с вами о подготовке кадров. Так, не работает. Я, да. Куда? Ага, вот. Хорошо? Нет, не работает. По национальному проекту здравоохранения, о котором сейчас говорила Наталья Михайловна, у нас 8 непосредственно федеральных проектов. И наша кафедра онкологии отвечает за борьбу с онкологическими заболеваниями. И самое важное, это обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами. Что касается наших задач, то нам поставили снизить смертность в цифрах. Это 185 случаев на 100 тысяч населения. Базовая отметка смертности это 200 человек в 2018 году. И получается 19, 21, 24 мы должны выполнять в цифрах. И на первом месте стоит как раз-таки решение задач. Это 5 пунктов, как мы должны это решать. И на первом месте организация центров онкологической помощи населению. Но цифра вот у меня 420, у Натальи Михайловны была 570. Ну то есть тут вопросы различной информации. Но тем не менее мы обращаемся в Новосибирскую область. Новосибирская область, она у нас очень огромная. Это 178 тысяч квадратных метров. 2 миллиона 779 тысяч населения, из которых 2 миллиона это город Новосибирск. И потом вот такая огромная территория 779 тысяч. И 30 районов. Районы удаленные. И тоже огромные расстояния от центра. И мы видим, что первичная онкологическая помощь представлена 56 кабинетами, которые локализуются в каждом районе. И в Новосибирской области тоже, в городе Новосибирске в каждом районе. Какова актуальность проблемы? Актуальность проблемы, что по данным отчета онкологического за 2018 год, мы видим, что работают у нас 50 врачей-онкологов. И для того, чтобы удовлетворить полностью, нам необходимо подготовить 31 человек, 31 онколога еще дополнительно, для работы в поликлиниках города Новосибирска. Основание, ну вы уже сейчас видели, это один врач-онколог на 25 тысяч населения. Наиболее неблагоприятная обстановка в районах, которые далеко находятся, то есть от города. И какова потребность? То есть вот сколько нужно организовать ЦААПов? У нас до 2023 года запланировано 16 ЦААПов на территории крупных больниц. Вот сегодня уже возникал вопрос, на базе чего мы образуем ЦААПы? Ну вот мы их организуем на базе крупных больниц. Первый ЦААП у нас уже заработал на базе городской клинической больницы номер один. И вот в 2019 году, получается, нужно будет открыть еще, да, то есть три, потому что уже один открыт, четыре показывала Наталья Михайловна план. И подготовить для этого необходимо 16 онкологов. А дальше в 2020 году, в 2021-2022, еще количество кадров. Итого, это 50 человек за вот этот промежуток времени мы должны подготовить квалифицированных онкологов. Подготовка не так проста, потому что с 2016 года подготовка всех специалистов, которые заканчивают медицинский вуз, она идет через аккредитацию. И в 2019 году, после того, как врачи закончили ординатуру и первичную специализацию по онкологии, они попали в такой опять проект пилотный, что они должны были проходить аккредитацию. Вот выбрали именно пять специальностей, онкология попала непосредственно в этот проект. И мы первый раз проводили эту аккредитацию, с чем я сегодня вам и поделюсь, как это было. А было это так. Значит, на сайте Минздрава России располагается методический центр аккредитации специалистов. Мы заходим в раздел «Онкология». Называется «Первичная специализированная аккредитация», то есть именно онкологов, да, то есть не студентов. И мы видим, что у нас есть профессиональный стандарт. И далее, что необходимо, чтобы сдать, чтобы стать онкологом. То есть учатся доктора, проходят два года ординатуры, проходят 504 часа первичная специализация. Это те, кто имеют ординатуру по акушерству гинекологии, терапии и хирургии. Они только могут стать онкологами за 504 часа. Им необходимо, после того, как получают они диплом, пройти аккредитацию. Без этого они работать не могут онкологами. Аккредитация проходит под эгидой Минздрава России, под камерами в определенных условиях. Что нужно сделать? Нужно решить 100 тестовых задач, их всего 1000. Нужно пройти станции с роботами и сдать практические навыки. И ситуационные задачи, кейсы, которых сейчас более 60 пока. Будет 400. Наука сразу. Наука тут подсуетилась и решили, что изучили. Для того, чтобы сдать тесты хорошо, это 70% должно быть правильных ответов. И ситуационные задачи, то есть они сдаются две ситуационные задачи. То есть за одну задачу 12 баллов необходимо набрать. Нужно решить каждую задачу и каждый тест 11 раз. И тогда ты сдашь однозначно хорошо, без вопросов. То есть научные факты, не я сказала. То есть только тренировка. Поэтому, посмотрите, здесь есть репетиционный экзамен. Репетиционный экзамен подразумевает следующее, что каждый, кто учится, он заходит под своим имейлом, ему дается код, и он тренируется, тренируется и тренируется, пока не достигает прекрасных результатов, которые уже потом на экзамене он демонстрирует Минздраву России и получает зачет. В Новосибирском медицинском университете был создан межрегиональный симуляционно-аттестационный центр. Вот в таком виде, то есть это наше новое отремонтированное здание, оно в 2016 году уже окончательно сформировано и содержит четыре клиники внутри себя. Это анестезиология, реанимация, хирургия и кушерство-гинекология. И каждая клиника отвечает за свое направление подготовки специалистов. Чтобы сдать практические навыки вот в этом прекрасном симуляционном нашем центре, необходимо пройти первое, это базовую сердечно-легочную реанимацию взрослых, экстренную медицинскую помощь, то есть получается, каждый врач у нас должен оказывать экстренную медицинскую помощь. Вот эти две станции направлены на то, чтобы мы все могли оказывать экстренную медицинскую помощь. Далее очень интересная станция, много было разговоров по поводу ее создания, это сбор жалоб и анамнеза на первичном приеме врача. Как вчера на докладах говорилось очень много о конфликтных ситуациях, выступали юристы и рассказывали нам, что когда мы плохо коммуницируем с нашими пациентами, не улыбаемся им, не проявляем эмпатии, не заботимся о их расположении в кабинете и удобстве, возникают жалобы. И процент, в общем-то, он не маленький этих жалоб. Поэтому, чтобы нивелировать эти жалобы, не связанные с нашими профессиональными обязанностями, мы правильно диагноз поставили, нет, а вот именно коммуникация была как раз-таки и создана. Это станция, которая учит правильной позе врача, когда он обследует пациента, эмпатии врача относительно пациента, его правильного поведения. И когда после сдачи этой станции было стопроцентное анкетирование наших слушателей, то есть кто закончил непосредственно ординатуру и перечнюю специализацию, то более 90% ответили, что да, это нужно. То есть мы на самом деле получили новые знания, это здорово, и мы их будем использовать. То есть такой ответ был положительный на эту станцию. Следующее, это физикальное обследование пациента с молочной железой тоже важно, потому что рак молочной железы стоит на первом месте. И, конечно же, смотреть железу очень важно, а одногодичная летальность при раке молочной железы составляет 10%, что, соответственно, очень плохо в наружную локализацию иметь такие показатели. И нам необходимо правильно делать и выявлять наружную локализацию более раньше. Не только онкологам, но и врачам смежных специальностей, поэтому эта станция была введена не только онкологическим, но и терапевтам. Врачи общей практики, они тоже сдавали эту станцию. Дальше, это вчера у нас был прекрасный мастер-класс по поводу портов. Предполагается, что лечение онкологических заболеваний должно быть комплексное, а комплексное лечение предполагает использование обязательно лекарственной терапии, которая воздействует через систему. А когда мы вводим препараты системно, мы должны их вводить через порты, потому что химиотерапия длительная, то есть занимает много времени, соответственно, мы должны уметь ухаживать за портами. И вот эта станция разработана как раз была для того, чтобы научить онкологов ухаживать за порт системами. Физикальное обследование пациента желудочно-кишечного тракта. Также была эта станция, потом перед экзаменами буквально она была несколько снята, сказали, что нет, мы ее не будем включать, но она осталась. Я думаю, что в дальнейшем она у нас будет уже, мы ее будем сдавать. И добавятся в 19-м, к 20-му году, сказали, добавятся еще станции по пункционной биопсии молочной железы. Ну, мы уже закупили оборудование и готовим эту станцию, то есть уже как бы шаг сделали к подготовке, но пока она еще на сайте не появилась. Итак, несколько картинок. Это станция базовая сердечно-легочная реанимация. Она требует наличия робота. Робот Анна называется, у которого остановилась сердечно-легочная система. Он не дышит и нету сердечных сокращений. Необходимо оказать помощь, то есть непрямой массаж сердца и дыхание рот в рот. Соответственно, аппарат следит, как выполняются эти манипуляции. Если вы прокачали как следует пациента, да, и то есть глубоко сделали манипуляции дыхательные, то пациент оживает и компьютер вам показывает, что вы экзамен сдали. То есть тут не зависит от нас, да, нужно четко вот именно силы все, то есть как бы и время соблюдать. За всем следит компьютер. Следующая станция, наиболее сложная, на мой взгляд, для врачей-онкологов, это экстренная медицинская помощь. Аппарат Аполлон робот, он очень дорогостоящий, серьезный, в которой можно программировать этот аппарат различные моменты нарушения жизнедеятельности человека. То есть это различные комы, тромбозы, там, все что угодно. И, соответственно, у онкологов 13 сценариев смерти пациента, да, то есть когда у него ургентная ситуация. И зайдя на станцию на 7 минут, доктор должен определить, какой из 13 сценариев соответствует непосредственно его задачи, на которые он зашел, и оказать помощь экстренную, ввести препараты, да, то есть назначить измерения и так далее, манипуляции. То есть вот такая станция. Следующая станция, это физикальное вот обследование желудочно-кишечного тракта вступа, включая ректальное обследование. Вы видите, что у нас был обмен студентами с Японии. Японские студенты медицинского вуза приезжали к нам по обмену, им показывалось симуляционное оборудование. Вызвало огромный интерес эта станция, да, то есть они с удовольствием сдавали экзамены в этой станции и говорили, что ну да, здорово, мы определяем образование в прямой кишке, да, ну то есть, в общем, это, видите, понравилось нашим коллегам. И также наш центр посещал министр здравоохранения Российской Федерации, это Скворцова Вероника Игоревна. Она высоко оценила оснащение центра, вот, и возможности центра по реализации национального проекта. Также с инспекцией у нас был главный федеральный инспектор по Новосибирску области Семенов. Таким образом, реализация наших проектов, она очень важна, и наше участие в нем. И вчера мы выслушали 15 докладов, из которых 7 касались врачей смежных специальностей, то есть не онкологи выступали, 7 докладов было не онкологов. Соответственно, мы говорим, чтобы реализовать национальный проект, нам необходимо, чтобы врачи смежных специальностей были подкованы знаниями онкологическими. Поэтому по распоряжению Минздрава Новосибирской области кафедры онкологии был создан цикл ранняя диагностика онкологических заболеваний для врачей смежных специальностей. И Минздрав вам рекомендовано, чтобы каждый врач, терапевт, кто касается реализации, то есть выявлению раннего онкологических заболеваний, прошел такой цикл. И было проучено 23 человека по поводу раннего выявления. Следующее, мы продолжаем пока в разряде аккредитации, еще никто не вступил в аккредитацию, продолжаем обучать 144 часа врачей. Это вот вы видите 15 и 25. Сейчас у нас на кафедре проходит обучение, заканчивают. И непосредственно уже подготовка 504 часа и ординатура. То есть вы видите цифры, 11 человек мы продолжаем учить и аккредитация у нас уже будет в ноябре, то есть вот это последнего, ну как бы в этом году выпуска. Соответственно, в заключении хочется сказать, что без науки как без рук, да, то есть кадры решают все, а кадры учим, да, то есть, соответственно, мы ответственны за обучение, поэтому потребность на 19-й год в Новосибирской области в онкологах 31, нами подготовлено 43, и я желаю вам в заключении здоровья, то есть это карточка нашего города, театр оперы и балета. Приглашаю вас посетить наш город и наш театр. Ну и в Санкт-Петербурге 25-28 июня 2020 года проходит Петербургский международный онкологический форум, где всегда очень важные, актуальные научные аспекты поднимаются и, конечно, приглашается на форум. Спасибо за внимание. Вопросы, пожалуйста. Спасибо за внимание.